Чуть-чуть. Хлебом с солью по русской традиции в 33-й гимназии встречают делегацию из Поднебесной. Эти школьники и студенты приехали по специальной образовательной программе посмотреть страну и понять, как устроен здесь учебный процесс. Как строгать рубанком и пилить ножовкой? Гостей страны высоких технологий пригласили приобщиться к ручной обработке дерева. Мастер-класс по столярному ремеслу дает учитель технологии Николай Палыч. Ну, как вам сказать? Первый блин всегда комом. Ну, научимся. Дальше экскурсия в тренажерный зал школы. Здесь занимаются ученики старше 14-ти. Ну и гостей из КНР попросили продемонстрировать физическую подготовку. Подготовка неплохая, техники не хватает. Подъем бедра повыше. В этой части лидеры во многих областях признали наше превосходство. Встреча хоть и началась непринужденно и весело, имеет большую пользу и смысл для обеих сторон. Это школа, которая на сегодняшний день, наша гимназия, изучают ребята китайский язык. Конечно же, интересно знать культуру народа, чей язык они изучают. Школьники 33-й гимназии очень быстро нашли общий язык с гостями. Это очень интересные люди. Они какие-то немного другие, и с ними интересно разговаривать. Интересно как-то пообщаться с людьми на другой части планеты. И общение уже дает результаты. Китайский в этой школе, как второй иностранный язык, выбрали больше половины учеников. А на пробном выпускном экзамене в девятом классе большая часть ребят выдала около 90 баллов. Есть призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку, Шаханова, машет наша гордость. В общем, как ни посмотри, в таком взаимодействии культур и народной дипломатии одни плюсы – все остались довольны. А ученики 33-й школы уже гадают, кто прибудет к ним следующими. Только с начала этого года, помимо делегаций из Гонконга, им уже довелось принимать и гостей из Германии. Жанна Лавянникова, Денис Корнев, информационная программа «День».